Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня ролик по поводу Ипла. Инсайдер Эфириум говорит, что планирует стать инвестором в XRP. Не знаю, Виталик БТ это либо нет, но как мы понимаем, что нет. И это у нас советник Стивен Нераев, да, сделал благоприятные прогнозы для XRP. Предположил, что XRP будет блистать на бычьем рынке. Ну, это и так всем очевидно, потому что он следует за битком и остальными альтами, да. И, по его словам, нынешний бычий рынок начался после того, как Айпл одержала юридическую победу. Ну, потому что летом у нас плюс-минус были донные значения. Потом эти же донные значения дали повторно осенью, в частности в октябре. Да, в середине октября, когда мы успешно и закупались, 14-15 числа. Ну, в 20-х числах еще финально можно было закупиться. Технологичные компании в криптосфере делают большие деньги за счет передовых технологий на основе искусственного интеллекта. Один из подобных проектов, вышедших в рынок и приносящих уже реальные дивиденды, это TheStake.io. Команда профессиональных разработчиков, что смогли сделать технологичный продукт, делающий высокую прибыль простым для обычных пользователей. Фундаментом проекта является искусственный интеллект, работающий автоматизированно с инвестициями пользователя. Подтверждая эффективно большинство транзакций в блокчейне, эфире и приносящей вам прибыль, пока вы спите. Я протестировал данную систему не словом, а делом и лично вложил в проект 4600 долларов. Можете участвовать со мной в ближайшие месяцы и буду делиться результатом с вами и показывать прогресс личной инвестиции в данном проекте. Ссылка в описании под роликом, да, по некоторым альтам, но по факту большинство альтов, как мы видим, уже стартанули и спустя через 2-3 месяца полетели наверх, ну а большинство сидят, ну как обосранные, да, что называется, и не закупились. И я не насмехаюсь, просто большинство почему-то чего-то ждали, да, ну до сих пор почему-то не зашли в закрытый клуб, вот, хотя можно было это сделать и закупаться на дне вместе с нами. Я не говорю, что мы всей котлетой закупились на дне, естественно, это был бы пиздеж, потому что, ну, закупаться всей котлетой по каким-то отметкам это идиотизм и нужно, естественно, дробить на несколько частей, вот. Поэтому и самое главное, что вы должны понимать, что всегда рейнер дает зайти, то есть нужно понимать, но всегда дает зайти до вертикальной параболической фазы, а эта фаза начнется уже после хаунга. По некоторым альтам она уже началась, и потом вы хер зайдете в тот же XRP, потому что XRP это такая монета, которая pump and dump, по сути, разгод и палка стреляет, вот это по XRP. И потом, когда он полетит, он не даст вам возможности зайти в него, он будет просто лететь зелеными свечами наверх вертикально, все, понимаете. Поэтому пока есть еще такая возможность, по некоторым альтам там, которые я тоже в закрытом клубе отписал, по некоторым мемкоинам там, высокоисковым, которые находятся в накоплении там от 5 месяцев до 600 дней, тоже я их дал, и разбор мемкоинов был на канале, поэтому успевайте. Ну а по поводу айпла, многие его недооценивают, и очень даже зая, и в него даже люди будут залетать в надежде заработать хоть что-то, понимаете. Хоть жалки 20-30%, но уже это будет на пике было рано, понимаете, но тогда будет уже поздно, вот. Поэтому интересно отметил, что нынешний бычий рынок это шанс XRP, поскольку монета упустила предыдущий бычий рынок из-за судебной тяжбы, да, типа того, что, но, как бы в смысле упустила, он отрос с марта 2020 года до апреля в 12 раз, ну, хорошо, даже в 10, это ли не рост, да. Ну и как риск повлиял на динамику на бычьем рынке, никак абсолютно не повлиял, и вот он торговался 1.96, даже 1.97, ниже предыдущего АТХ, ну, типа, ниже 3 или 4 долларов, понимаете. Ну и что, он X и дал, дал, кто закупал, тот заработал. Естественно, те, кто были засажены по доллару 2, 3-4, там, и то, те, кто по доллару 2 были засажены, они и то практически в нуле были, да, либо в небольшом минусе. Ну, а те, которые, конечно же, залетали на хаях по 2.5, 3 доллара, 4 доллара, то, конечно же, они находились в минусе даже тогда. Но это и было специально сделано, чтобы вы не покупали. Доминация, кстати, того же XRP падает сейчас по поводу Stellar, аналогичная ситуация. И многие данные монеты не покупают сейчас, недооценивают, вот коррекция произошла, вы думаете, кто-то их покупает сейчас? Да никто их не покупает, покупают единицы, люди больше пиздят, чешут языками, но делают очень мало, понимаете. Но после такого сквиза обычно монетку могут откупить, и аналогичная ситуация, вот если отмотать на тот же 20-й год, пресловутый, за который я напоминаю, да, то есть вот у нас было дно, и после этого здесь тоже были, якобы, тут мы идем ниже, и многие ожидали, наверное, Apple там по 5 центов, я не знаю, чуть ли не его скам, но мы же прекрасно понимаем, что это бейтсевые кобылы, но если открыть полный тот же график, допустим, на той же бирже Kraken, условно, да, то, соответственно, мы открываем, смотрим, ну вот, по-моему, или на Binance, где он был, на Bitstamp, да, на Bitstamp, и многие вот здесь ожидали его, конечно же, еще ниже, то есть, ну, толпа всегда ждет ниже, это очевидно, вот у нас был дамп, и многие ждали его, наверное, сюда, там, или вот сюда вообще, что все, он там скаманет, вот, но по факту мы же понимаем, что мы пришли к тем же отметкам, даже чуть выше, и после этого показали значительный рост, ну, многие считают, что, типа, XO в 21 году XRP не давал, но я не знаю, это те, кто в глаза долбится, тогда, наверное, так и считают, но по факту мы понимаем, что рост был, и, естественно, он был неизбежен, потому что большинство недооценивали XRP, ну, и вот, соответственно, те же, там, 10XO он показал, а потом вот здесь на хаях у меня спрашивали, Саня, не поздно ли еще купить, ну, и то же самое будет, когда он будет обратно стоить, там, тот же доллар, ну, доллар полтора, может, не так еще, но вот когда будем приближаться уже к двум, да, к хаям 21 года, пойдем выше, там, на те же, там, 2,5, 3, 4 доллара, может, даже 5, то, соответственно, большинство будет спрашивать, а не поздно ли купить, а я еще успею, а может, еще можно зайти, ну, и начнутся вот эти вот разговорчики, ну, и по-любому так оно и будет, потому что большинство не хотят покупать на днище, не хотят, им надо подтверждение, что вот рост все-таки будет, но, ребят, я вам могу сейчас сказать, будет, а даже если не будет, то вы не котлетитесь в эти монеты, вы закупаете пару процентов от депозитов, все, какие проблемы, никаких абсолютно, ну, и вот, планируют инвестировать в XRP, да, он уже, скорее всего, инвестирует, и киты набирали, и набирают сейчас объемы по текущим, и набирали самые большие объемы по 30-40 центов, я думаю, так это понятно и очевидно, то есть, вот здесь был набран самый большой объем, вот здесь вот, вот здесь там и так далее, то есть, они все это время копили, понимаете, тот же Stellar, тот же XRP, но многие не купят, не купят они сейчас, не покупали тогда, не покупали вот здесь, и говорили мне вот здесь, когда я советовал даже по 60 центов, и говорил, что это нормальная цена, потому что, когда будет памп, то он будет АСКИМ, ну, и потом буквально, чем, там, через месяц-два происходит этот памп, можно было разработать даже те же там сраные ТАИКСА, и, ну, как бы, потом мы начали спрашивать, ой, Сань, а сейчас полетит он выше, там, на 2,5, может, он на ХАИД-17 года, полетит, я говорю, я не знаю, может, и полетит, у меня цель 3 доллара не сходит, я заработаю в следующем вычьем цикле, потому что могут специально не сделать перехай, чтобы создать скептические отношения и продолжить суд, но так оно и было, то есть, уже я за 2 года назад, там, считай, за 3 даже предсказал это все, и говорил это весь 22-й год, что суд будет переносить, ну, так оно и происходит, как вы наблюдаете, да, ну, и потом, вот, приток средств в инвестиционный продукт XRP вырос в 2 раза в прошлом году, но далек от исторического максимума, ну, и, по сути, как мы понимаем, вот у нас там какой-то приток, ETH, ETH, XRP, ну, это по типу ETF, а, да, я так понимаю, в 22-м году 8 миллионов, ну, а концу 23-го уже 16 миллионов, ну, по факту это небольшие инвестиции даже для китов, но по факту мы понимаем, что вот у нас большинство инвестиционных продуктов, ориентированных на XRP, доступных в настоящее время, включая GXRP, это, я так понимаю, Grayscale инвестирует, ETC Group, AXRP, 21-шеx и долгожданный Valor, Ripple, XRP, ETP, все равно это готово для потенциальных прорывов, ну, и, по сути, мы понимаем, что в долгосроке это отлично, и фонды инвестируют, ну, покуда толпа рабов системы там чего-то ожидают, тот же Binance инвестировала и купила, по-моему, 3 миллиарда монет XRP, насколько вы помните, вот, то, ну, большинство недооценивают и не хотят в него заходить, понятное дело, может быть, бешеной прибыли не будет даже на следующем бычьем цикле, потолок там 5-10x, но даже в XRP толпа будет заходить, ну, просто будьте в этом уверены, понимаете, потому что они уже от бессилия, от непонимания, что куда заходить, потому что они обосрались и не закупались, да, ну, как бы, дело каждого, вот, они будут уже заходить потом на хаях, журналист Fox намекает на расследование Федеральной озерной системы о выкупе XRP на сумму 30 тысяч долларов, ну, это, по-моему, лютейшая сумма, конечно, ну, и, по сути, я так понимаю, она говорит, что будет ли такая стоимость XRP, ну, и, по сути, как мы понимаем, в долгосроке ли это возможно? Ну, возможно, но, как бы, на этом цикле это вряд ли, и на следующем тоже, поэтому имейте в виду, что ему хотя бы 4 доллара для начала достигнуть, а тогда уже можно говорить, там, 100 долларов и так далее. Далее, получается, у нас эксперт рынка обосновывает необходимость роста XRP в 40 раз до 11 долларов, ну, и Эгрок, да, который у нас бесконечные прогнозы дают, говорит, в прошлом цикле, несмотря на надоеливый иск сек, да, цена XRP выросла почти в 20 раз, и на этот раз, учитывая беспрецедентную ясность правового регулирования, потенциал 40 или даже 50-кратного бума окажется многообещающим. Ну, в 50 раз мы понимаем, что с текущих, если в 5 раз это где-то 3 доллара, 50, это, получается, 30 долларов. Ну, поняли, да? Я не знаю, чего он взял, что в 40 раз это вырасти до 11 долларов, но если с текущих 60 центов, да, то, условно, это будет у нас 2,4 доллара, да, мы понимаем. Ну, а если, получается, в 40 раз, то это, получается, 24 доллара. Я не знаю, как он так посчитал. Ну, а если в 50, то, я думаю, понятно, что это у нас сколько выходит? Это выходит у нас 30 долларов, да. Поэтому, не знаю, почему 11, ну, и по факту, ну, то ли он считать не умеет, то ли что. Ну, я так понимаю, он прогнозирует, наверное, 28 центов, ну, тогда, может быть, и да. Ну, а по факту, если посмотреть, говорит, что если XRP продолжит расти, то этот шаг может повести к увеличению стоимости даже до 14 долларов, что предлагает еще более оптимистичный сценарий. Ну, а по факту, говорит, если повторит какой-то аналогичный рост, я так понимаю, 20 года с марта, то может достичь и 16 долларов, да. Ну, и, по сути, надо ожидать, чтобы биткоин тоже сходил на какие-то отметки. Ну, и вот, говорит, что увеличение в 21 раз, это, получается, от цены в 28. Я не знаю, почему он считает от цены в 28, наверное, от средней стоимости набора китами. Ну, тогда окей. Предыдущее событие технического директора, да, у нас Apple доказывает истинную ценность XRP. Ну, и, по сути, обнаружили заявления его, и какие тут заявления. То есть, по факту, надежный проект основан на стейкинге искусственного интеллекта, куда я инвестировал более 4600 долларов. Можете участвовать со мной, просто будет работать в долгую. Я буду в ближайшие месяцы делиться своим результатом с вами. Ссылка на проект в описании под роликом. Он говорит, что идея в том, что любая группа может просто клонировать активы, легко получить лидерство, абсолютно абсурдно. Ну, и, кроме того, повышенная стоимость XRP в первую очередь основана на спекуляциях. Ну, и в результате заявил, что если бы учреждения использовали гипотетическую новую монету, то новая монета немедленно превзошла бы по стоимости XRP. Ну, пытаются дальше топить XRP. Говорят, что он там ничего не стоит, это фантик там и так далее. Ну, окей, хорошо, фантик. Ну, в топ-5 CoinMarketCap'а уже 10 лет находится, считай, 11. Ну, наверное, да, фантик. Вот, а Apple приближается к решающей дате суда. Ну, и, по сути, нам говорят, что вот-вот там все закончится. Ну, и, типа, важное судебное слушание 11 января, совпадение, да. То есть, ETF, типа, ну, типа, примут 10-го, а 11-го слушание Apple. Ну, вы думаете, то есть, не одни и те же киты там сидят, да. Ну, я думаю, понятно. Потом, соответственно, аналитик выяснил, может ли вырасти в 50 раз при благоприятном решении SEC. Ну, и, по сути, вот у нас там ETF примут. Ну, и, как он говорит, что вот там капитализация будет расти. Ну, капитализация, вот, эгрек тот же самый. Ну, мы понимаем, что абсолютно насрать на эту капитализацию и не имеет никакого значения, что там будет происходить. Ну, и, следовательно, небольшое тестирование 55 центов укрепит убеждение того, что XRP может оказаться на грани заметного движения наверх. Ну, и, по сути, вот он рисует эти фракталы, миллиард этих прогнозов от этого эгрека. Я думаю, вы уже поняли. Является ли прогноз цены вот там в 50 раз, да, реальным или чистым хопиумом? Я так понимаю, я не знаю, что такое хопиум, но, наверное, какой-то надежда, да. И, по сути, согласно которому у нас вырастет 5000%, стал популярный в Твиттере цикл 2020 года меньше, чем в 2017 и не смог повести к рекордному максимуму. Ну, то есть, опять же-таки, скептическое отношение, чтобы толпа у нас не закупала. Ну, и, как мы видим, вот какой-то симметричный треугольник, типа 6 лет накопления. Вот у нас какая-то стратосфера, да, или тропосфера. Ну, и потом вот у нас линия Атласа какая-то, какие-то там, я не знаю, космические прогнозы, астрологические или астрономические, да. Ну, и, по сути, после этого у нас может показать цену в 27 долларов. Да, это-то возможно. Ну, для начала 34 доллара, в районе 3 долларов я все равно буду фиксироваться. Но если я вдруг увижу, что XRP там летит, то, может быть, я и захоложу. Ну, это я уже более подробно буду отписывать в закрытом клубе. Поэтому, можно ли сейчас докупаться? Можно и нужно докупаться по текущим, потому что это все равно охеренная цена. Если кто не успел купить по 50, ну, у вас есть и такая возможность. Если все-таки дадут по 30-40 центов, либо ниже, докупитесь. Но, вероятнее всего, скорее всего, ниже уже могут не дать. Если на понижении ставки мы все-таки увидим что-то по типу вот такого, да, то вполне можем увидеть обратно. Ну, потолок, я думаю, центов 25, ну, 20. Ну, то, что мы увидим там 10. Ну, если все-таки дадут, то оставляйте котлету и на этот случай. И там уже можно будет таяться. Но, вероятнее всего, навряд ли. Потолок, что дадут, я думаю, это 25-20 центов. И то это при наиболее выгоднейшем и идеальном хомячем сценарии нашем, да, что мы прям люто будем туда ждать. Но, по факту, могут откупить с текущих и уже погнать цену наверх. И сейчас все это дело в боковике просто держать и все. Поэтому такие мысли, такие дела. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok